Пять человек на место в городской совет. Конкуренция в Могилеве на этих выборах одна из самых высоких в стране. Во время досрочного голосования в регионе уже отдали свой голос более 36% избирателей. Руководство области от нового состава местных советов ожидает прежде всего инициативности. Это люди, которые находятся ближе всего к населению. Именно через них можно решать вопросы посредством собственных сил и возможностей. И я бы хотел сказать, что этот совет должен больше брать на себя ответственность. Причем большую активность в регионе проявили жители сельских районов. Сегодня практически прямо с участка в Дребенском районе одна из избирателей отправилась в роддом. В Гомельской области голосование началось с небольших памятных сувениров для тех, кто пришел на участки впервые. В ответ студенты подарили главе региона Владимиру Дворнику фрагмент Библии из Карины, воспроизведенной на самодельном печатном станке. Отдавая свой голос, конечно, мне хочется, чтобы у власти были профессионалы. Те люди, которые сегодня понимают, что такое экономика, понимают, что такое сегодня социальная сфера. Те люди, которые прошли определенный путь и те люди, которые могут принимать здравое решение. В Гомельской области сегодня работают более тысячи избирательных участков в списках миллион жителей региона. Спокойно проходят выборы и в Гродненской области. Кстати, самой маленькой в стране. Губернатор Владимир Кравцов в прошлом и сам депутат. Работу местных советов считает сложной из-за крайне высокого уровня требований. Знали чаяния, желания наших граждан, наших избирателей. И помогали их решать проблемы, вопросы, конструктивное взаимодействие с органами исполнительной власти. Чтобы они активно участвовали в обсуждении наших всех планов, программ, тех направлений, на которые мы тратим немалые бюджетные средства. Чтобы все это было эффективно. И самое главное, чтобы это работало на людей. Второй волны активности избирателей ждут в Гродно после обеда. До конца дня на избирательных участках только в областном центре должны появиться свыше 220 тысяч человек. Слово сказать, все губернаторы в стране к этому моменту уже проголосовали.